Здравствуйте дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дачные Советы. Сегодня у нас 18 февраля и я начала посев осоки. Вот какие я сегодня осоки посею. Это осока Амазон Мист, которая вот стоит у меня на столике. Очень она мне нравится. Вот такая вот красавица. Я ее выращивала в прошлом году из семян. Но сеяла я ее в прошлом году в марте месяце и в общем-то не решилась затем высадить в сад. Так как повоялось, что она у меня замерзнет, погибнет, не перезимует. Феникс и Ред Рустер. Вот такие вот сегодня осоки посею. Вот поэтому в этом году я решила пораньше посеять. Но вот посев уже начала и обнаружила, что забыла спринцовку поставить на стол. А соку Амазон Мист я уже посеяла в таблеточке. Вот отмаркировала, что я посеяла сегодня. Здесь три мультидраже. Из каждого мультидраже у нас вырастает по несколько растений. Вот видно, наверное, что гранулки у меня уже размещены на таблетке. Таблетки я сегодня не обрезала, не ополовинивала их. Замачивала в суспензии хлорелла. В суспензии хлореллы это для меня экспериментальный препарат в этом году. Не очень, конечно, экономично и дешево. Вот такая вот бутылочка 250 мл разводится на литр воды. Развела, замочила таблетки и разложила гранулки. Присыпать торфом не буду. Почему я не стала ополовинивать эти гранулки, вернее эти таблетки? Потому что достаточно долго будут у меня эти таблеточки стоять вот в этих емкостях. Так как места они занимают мало, после того, как корневая начнет проходить через таблетки, я подсыплю грунтовую подушку и, в общем-то, постараюсь сэкономить место просто. Вот под номером один я уже посеяла. Сейчас под номером два у нас будет феникс. И во всех этих пакетах по три мультидраже. Сходит осока примерно две недели. Я ее сейчас на досветку ставить, конечно, не буду. Ой, а здесь у нас не гранулки. Посмотрите. Или что это такое здесь, я понять не могу. Количество семян пять штук. И посмотрите, что тут. А, тут раздавилась гранулка. Гранулки раздавились. Вот так вот, видите, бывает как. Гранулки рассыпались. Видимо, что-то или уронили на эти пачки. И вот так вот они рассыпались. Ну, сейчас будем собирать. Вот такое вот бывает. Как-то, каким-то образом были повреждены эти гранулки. Ну, в любом случае, семена здесь остались. Будем сеять. Так, одна гранулка крупная. Вот она не рассыпалась. Я ее помещаю. И вот еще одна гранулка крупная. Одна гранула, значит, рассыпалась. Помещаю просто в центр. Немного такие крупные гранулы можно прижать. Так, ну и вот тут придется, наверное, просто собирать и распределять. Прямо вот, наверное, пальчиком. Что тут у нас получится? По центру эта гранулка. Рассыпь вот эта вот получится у меня по центру. Вот так вот все это соберу и разложу. Посмотрю. Интересно даже уже теперь самой стало, что же это такое тут у меня. А может быть при фасовке брак какой-то? Потому что если бы что-то упало на этот пакетик, то я думаю, что рассыпались бы все три гранулы. Скорее всего, наверное, при фасовке какой-то брак. Остатки, наверное, гранул всех ссыпались здесь. Вот так вот. Интересный момент получился. Что делаем дальше? Я беру вот этот раствор суспензии хлореллы. И вновь, как при выращивании эустомы, я немного добавляю на дно емкости. И так же немного покапаю вот на эти гранулки сверху. Тут вот таблеточка не совсем размокла. Вот так вот я это все дело сделала. И третье будет у меня редрустер. Так, здесь вот мы срезаем вот эти вот верхушки, как обычно. Таблетки, видите, немножко какие-то кривые становятся, когда они у нас размокают. Лучше им придать такой более прямой, ровный вид. Более привлекательный, я бы сказала, подровняли таблеточку. И здесь я воды не буду добавлять. Тут, мне кажется, достаточно воды. Можно замочить таблетки, конечно же, в любом стимуляторе. А можно и вообще без стимулятора. Некоторые выращивают без каких-либо стимуляторов. Но я без стимуляторов не выращиваю. И сходит она где-то около двух недель, эта сока. То есть дней 7-8 я вообще сюда заглядывать не буду. Так, посмотрим, что у нас в следующем пакете. Вот тут вот видите, какой интересный момент получился. Очень, конечно, будет интересно, если вот вся вот эта вот крошка, которая у меня на этой таблетке получилась, если это все будут семена, если всходы будут со всех этих крошечек. Ну и здесь тоже три мультидрожжи. Посмотрим, что здесь. Вообще, конечно, такие первый раз вот у меня попались гранулы. Ну здесь нормальные три гранулки. Тоже мы их помещаем. Вот эти мультигранулы, видите, немного покрупнее. И вот не хочет. Как вот ее сейчас придется ее оттуда добывать зубочисткой. Вообще, а сока она хорошо зимует. Вообще, прекрасное растение, на мой взгляд. Так. А, это не ту я постучала. Называется. Все. Все. Гранулка упала. Вот видите, бывает, что они просто там где-то залипают. Гранулки. Поэтому внимательно всегда следите, где все ли у вас гранулы выпали из ампулки. Ну вот все. Теперь я закрою крышечками. Водички совсем чуть-чуть осталось здесь. Я закрою крышками. Можно закрыть. Просто с двух сторон закрываем. А с двух сторон можно не защелкивать эти крышечки. И уберу сейчас в теплое место. Все. И будем ждать всходов. Как всходы появятся, я вам, конечно, все это продемонстрирую. А вот эта моя сока стоит на восточном подоконнике. Но ей, конечно, сейчас жарко. На подоконнике, который на восточную сторону. И видно, что есть у ней вот некоторые ее листики, вот эти волоски. Они подсыхают. Но при этом декоративность не портится. И вот посмотрите, какие они уже длинные. Очень хорошее растение. На этом я ролик заканчиваю. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok